Друзья, всем привет! Вы, как обычно, находитесь на канале про движение. В данном видеоролике расскажу и покажу вам одну настройку, которую нужно отключить, для того, чтобы у вас меньше садилась батарея и грелся телефон. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Друзья, маленькая рекламка. Хочу вам порекомендовать сайт, который называется InstaHelp. Это необычный способ накрутки в ваши социальные сети. Вращайте рулетки, раскручивайте свой аккаунт. Ссылка на сайт будет в закрепленном комментарии. Переходите и накручивайте. Для этого способа нужно ограничить доступ к некоторым приложениям. Каким? Я вам сейчас покажу. Заходим в настройки на нашем телефоне. Я сейчас показываю на телефоне Xiaomi Redmi Note 7. Вы можете это делать абсолютно на любом телефоне. Зашли в настройки, дальше открываем приложение. Здесь открываем все приложения. И у нас появляется доступ ко всем приложениям, которые установлены на нашем телефоне. Дальше в поисковой строке нужно написать по-английски вот такое название. Девайс. Смотрите дальше, продолжение по-английски как-то так называется. Самое главное, девайс. И нужно найти вот такую вот программку. Вот она, сведения. Заходим сюда. И дальше, друзья, я вам хочу рассказать об этой программке. Что она записывает показатели батареи, как быстро она у вас разряжается и так далее. А потом собирает информацию и отправляет на различные службы. И она работает в фоновом режиме и кушает много батарей. И ее нужно срочно отключить. Для этого нажимаете вот очистить. Сначала очищаете кэш. Нажимаете ОК. То есть перед тем, как ее полностью остановить, нажимаете очистить кэш. Удаляете, сбрасываете все данные. И после этого выходите. Здесь написано закрыть. Нажимаете закрыть. И вот смотрите, написано принудительном закрытии. Приложение его работа может нарушиться. То есть мы его полностью закрываем и нажимаем ОК. Но еще одна настройка. Это мы возвращаемся на главную страничку настроек. Дальше нажимаем О телефоне. И здесь кликаем много раз по версии MIUI. И написано не нужно. Вы уже стали разработчиком. Или у вас, если не MIUI, как у меня, у вас будет написано номер сборки. Вот так вот тут кликаете. Написано, вы уже стали разработчиком. Раз 10 кликнули. Дальше, друзья, пролистываете немножко вниз. Расширенные настройки. Или просто можете воспользоваться поисковой строкой. И в поиске написать специальный доступ. Смотрите. Спец пишу с доступ. У меня находит специальный доступ. И дальше написано экономия заряда батарей. Заходим в эту вкладочку. Здесь написано не экономят заряд. Мы нажимаем и открываем все приложения. Идет вот такая вот загрузочка. Друзья, не переживайте. Возможно, у вас там 30 секунд нужно будет подождать. Все приложения не успеют загрузиться. И после того, как вы нажали все приложения, все прогрузилось. Дальше нажимаете не экономят заряд. Открываются все приложения, которые не экономят заряд вашего телефона. А это, друзья, какие-то игры, какие-то социальные сети. Вот, например, если пролистать немножко вниз, то можно заметить, что игра Minecraft, которая установлена на моем телефоне, она не экономит заряд моего телефона. То есть, смотрите, нажимаем. И здесь есть экономить. Это рекомендуется для увеличения времени работы устройства от батареи. А у меня стоит вкладка не экономить. То есть, эта программка, эта игра работает в фоновом режиме. А значит, кушает энергию. А значит, работает. То есть, как бы она закрыта, но она все равно работает. А нужно просто нажать экономить. И нажать готово. Точно так же вы выбираете все приложения, которыми вы очень редко пользуетесь или вообще не пользуетесь. Например, вот заходите, я не знаю, там, ну, вдруг вы погодой, да, не пользуетесь. Вы нажимаете экономить и нажимаете готово. Почему? Потому что если вы не нажмете экономить, то они будут работать в фоновом режиме. А значит, разряжать батарейку. А вы даже не будете об этом знать. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие вот простые легкие настроечки я вам сегодня показал по увеличению батарей на вашем телефоне. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо, всем пока.